В деревне Никулино Гусь-Хрустального района водопровод не обновляли почти 60 лет. Трубы изрядно износились, а в воду попадала ржавчина. Пить ее нельзя даже после кипячения. В воде был обнаружен аммиак, а в чайнике всегда остается слой накипи, рассказывает жительница деревни Ольга Стасенко. В Никулино женщина живет уже 30 лет и мечтает, чтобы из крана полилась чистая вода. А где мы возьмем водичку-то? Пока нет еще. Пока вот эту. Ну как, ну пить, стараемся ездить в Навляново на родник. Там очень хорошая вода для питья. А для технических, ну что, машинки стиральные тоже ломаются везде, накипь, водонагреватели, чайник, кипятишь. Ну раз в неделю все равно придет, а то раз в месяц чайники электрические на выкид. Скоро жителям деревни не придется брать воду на роднике. В этом году в Никулино пройдет реконструкция системы водоснабжения и установка скважин. Ремонт обеспечит более 300 жителей деревни чистой питьевой водой. Проектом предусмотрена насосная станция, 104 водопроводных колодца и 12 пожарных гидрантов. Всего будет построено более 7 километров новых сетей водоснабжения. В почве проблемы нету. В водозаборе тоже, я думаю, проблемы не будет, потому что оборудование все уже, договора заключены, закупка ведется. Бурильная установка тоже есть, то есть буровики приедут, скважины пробуют. Общая стоимость всех работ составила почти 42 миллиона рублей. Часть средств в качестве субсидий поступили из бюджета области. Реконструкция системы водоснабжения в рамках нацпроекта «Экология» проходит на всей территории Гусь-Хрустального района. Мы второй год ведем работу интенсивно. Благо, что эта программа заработала, и мы рады, что она есть. И мы улучшаем качество питьевого водоснабжения по всему району без исключения. Задействованы как и близлежащие поселки, так и Добрятино, и Уршель, и Купреево, отдаленные территории. Завершить работу в Никулино планируют уже в августе. Реконструкция систем водоснабжения в этом году также пройдет в поселках Золотково, Мизиновский и Добрятино. Иван Стариков и Андрей Беляков, Губерния, 33.